Всем привет! Первым делом я попрошу вас подписаться на мой новый канал в Телеграме, потому что если вдруг с YouTube что-то произойдет, то мы с вами по крайней мере не потеряем связь, вы всегда найдете на моем личном канале в Телеграме все те же самые обзоры, мои комментарии и прочее. Ну а теперь переходим к теме видео. Сегодня я хотел бы вам рассказать про полностью беспроводную IP-камеру от EmiLab, модель называется EC4 и это действительно полностью беспроводная камера, то есть нет, не подумайте, это не Wi-Fi камера, которой нужно подключать внешнее питание, там понятно, что например если Wi-Fi камере не нужен LAN кабель, но нужно питание, то это хоть как бы с одной стороны беспроводная, но все равно камера, которой требуется подключать какие-то провода. К этой камере можно не подключать вообще ничего и она будет работать. А собственно говоря секрет в чем? Да в том, что здесь внутри установлен очень емкий аккумулятор на 5200 мАч и такое ощущение, что в принципе весь вот этот вот вес, вот этой достаточно тяжелой камеры, он обусловлен именно вот этим встроенным аккумулятором, потому что ну в принципе даже просто прикинуть там литий-ионный аккумулятор, но он как минимум где-то четверть или пятую часть внутреннего пространства корпуса он и будет занимать и соответственно и весь вес ей образовывать. То есть эта модель создана для того, чтобы работать, для того чтобы быть установленной в таких местах, куда очень сложно провести кабель. Ну вот мне лишь видится, что эта модель создана в первую очередь для частных домов, для каких-то крупных построек, например вот, ну не знаю, у вас например стоит где-то вот как-то гараж или какая-то вот какая-то вышка, куда вы по крайней мере в принципе все равно сможете периодически хотя бы как-то дотягиваться, но подвести туда питание вам в принципе физически как-то вот ну невозможно, ну не знаю по каким причинам. И для того, чтобы, ну то есть в принципе конечно же можно эту камеру например открутить, значит поставить на зарядку, снова поставить на место для того, чтобы вообще ничего, никаких кабелей не подключать. Но чтобы этого избежать, чтобы было еще проще, в комплекте идет солнечная панель для того, чтобы эта камера сама автоматически перезаряжалась от солнечной энергии. Выглядит панель очень круто в металлическом таком корпусе, кожухе, есть значит пластиковые накладки по углам, вот на сзади красивая надпись Solar Junction Box, чтобы это не значило. И есть несъемный кабель с интерфейсом micro USB для того, чтобы можно было сразу воткнуть в камеру. Ясное дело, что панель в принципе-то не очень большая, понятно, что прям какой-то большой мощности с нее не выжать. Я не специалист в солнечных панелях, но могу сказать так, что я уж так думаю, что производитель не зря выбрал именно такую площадь, там они в два раза меньше, они в два раза больше. Потому что очевидно, что даже такой панельки будет хватать для того, чтобы камеру перезаряжать, потому что на самом деле камера потребляет не очень много, она даже не сказал, очень немного. И понятное дело, что солнечная панель будет работать только при хорошем ярком солнце, будет отдавать свою близко к максимальной мощности. Но судя по всему, если у вас не какой-то прям северный регион, где солнышко светит очень-очень слабо и, грубо говоря, никак не греет, то если у вас, например, южный регион, то я больше чем уверен, что от такой панели камера будет работать просто вечность. Сама же камера тоже поставляется в большой картонной упаковке и в комплекте идет хаб, обняем капельку позже. Настенное крепление, сетевой блок питания и сетевой кабель. Сама камера крепится к любой поверхности посредственно специального крепления, которое имеет такое шаровое устройство. Есть площадка, площадку присверливаем, например, к стене, там, не знаю, к потолку, к чему угодно. Потом, соответственно, камеру навинчиваем на вот это вот крепление и, в принципе, пользуемся проблем никаких, держит крепление отлично. Ну и давайте добьем по камере. Значит, что здесь интересного есть? Ну, во-первых, в этой камере есть как обычная подсветка, то есть светодиодики достаточно яркие, на расстоянии пару метров можно будет отлично разглядеть даже в полной темноте человека, который попадет в кадр. Есть инфракрасная подсветка, есть микрофончик, есть датчик движения, ясное дело, есть микрофон и динамик для того, чтобы можно было организовать двухстороннюю аудиосвязь. Снизу есть кнопочка для синхронизации, кнопочка сброса и за скрытой заглушкой порт microUSB для зарядки. Сам дизайн камеры, как вы видите, он выполнен вот такой, как бы, в плотной компоновке, то есть ничего лишнего нет, никаких каких-то лишних отверстий. Корпус защищен по стандарту IP66, то есть его без проблем можно разместить на открытом пространстве, даже там без козырька. Ничего страшного, дождь, снег, прочая непогода камере особого вреда не причинит. Также в комплекте идет хаб, сразу, наверное, я не отметил, у меня практически максимальная комплектация, можно купить отдельно, можно купить просто камеру, можно купить камеру с хабом, можно купить камеру с хабом и с солнечной панелью. У меня комплектация практически максимальная из того, что доступна. Значит, в чем прикол? Прикол заключается в том, что в камере нет Wi-Fi, то есть для того, чтобы подключить ее к вашей Wi-Fi сети, ей нужен хаб, потому что камера соединяется исключительно с хабом. В самом хабе есть Wi-Fi, есть обычный Ethernet порт, чтобы можно было подключить к локальной сети. На хабе, естественно, есть гнездо для подключения блока питания, кнопочка сброса, кнопочка аларма, ну, то есть сигнализации, слот для карточки microSD для того, чтобы можно было записывать видео с камеры на, собственно говоря, карточку, которая стоит в хабе, и обычный USB порт для того, чтобы можно было заряжать камеру от хаба, если камера стоит рядом с хабом. Но, мне кажется, в этом смысла мало, все-таки камеру надо ставить где-то там подальше, тем более, что зачем мы тогда берем солнечную панель, если мы не будем ей пользоваться. Итак, как же выглядит, собственно говоря, вся система? Мы подключаем хаб к локальной сети, устанавливаем фирменное приложение, имя LabHome. В принципе, если вы имели дело хоть с каким-то умным домом, например, там, Digma, Tuya, Xiaomi, да, абсолютно с любым умным домом, если вы имели дело, то, в принципе, для вас проблем никаких не будет. Сначала подключаем к локальной сети хаб, добавляем его в приложение, затем при желании можно подключить хаб к Wi-Fi сети и LAN кабель уже отключать, уже не пользоваться для того, чтобы где-то там подальше поставить. После этого мы подключаем к системе камеру, потому что камера подключается к умному дому через хаб. И, соответственно, никаких проводов не нужно, мы просто зажимаем кнопку Reset, камера перенитализируется, сбрасывается, соединяем с хабом и все можно пользоваться. То есть никаких кабелей подключать вообще абсолютно категорически не надо. В умном доме есть целый перечень настроек касательно как самого хаба, так и камеры. Что я отмечу из интересного? Я отмечу то, что, в принципе, камера может работать полноценно в плане того, что она определяет появление в кадре людей, определяет какое-то движение в кадре, посылает сообщение, пуш-уведомление на смартфон. И при этом еще ее можно использовать для, скажем так, своего рода сигнализации. То есть, во-первых, при обнаружении движения ночью, например, можно сделать так, чтобы включалась подсветка. То есть, например, если, ну, ночью как плохо видно, но происходит какое-то движение, появляется человек в кадре, включается подсветка, соответственно, человек сразу понимает, что его снимает скрытая камера, сам себе режиссер. Во-вторых, можно сделать так, чтобы автоматически запускался звук сирены. Ну, то есть, опять же, вроде как, как сигнализация, да, обнаружено движение, включилась подсветка, включилась сирена, вью-вью-вью, человек начинает пугаться, если это преступник, например. То есть, все это вполне хорошо реализовано в данном продукте. И, что мне, в первую очередь, понравилось, то, что нормально приходят пуш-уведомления в случае появления персонажа человека в кадре или же движения. Поступает пуш-уведомление, да, с небольшой задержкой, там, 2-3, ну, может, максимум 4 секунды, но это все равно достаточно быстро. То есть, несмотря на то, что, по сути, камера для того, чтобы, ну, как бы иметь большую автономность от, пусть и такого, даже большого аккумулятора, в принципе, все должно быть максимально энергоэффективным. То есть, я ожидал, например, что задержка может составлять, там, 10-15 секунд, да, пока камера проснется, пока она, там, значит, соединится с хабом, отправит сообщение. Нет, на самом деле все работает очень шустро, несмотря на то, что связи по проводу вообще никакой нет, и, понятное дело, камера при активной работе начинает больше потреблять. И, я долго вам не говорил про автономность, но, наверное, это один из первых аспектов, которые волнует любого человека, который планирует взять такую камеру. Так вот, у меня получилось, что я вот один день мучил, значит, там, настраивал, просматривал картинку. Сразу скажу, что одно дело, когда камера просто стоит, работает сама по себе, не ведет никакой записи, но при этом она включена детектор движения. Если она, соответственно, кто-то появляется в кадре, она, естественно, там отправит сообщение, начнет запись видео на карточку, которая стоит в хабе, то вот именно в этом режиме она начнет потреблять очень много, когда происходит сама запись, происходит самообращение. Когда она просто стоит и пытается найти движение, она потребляет не очень много. Так вот, в комбинированном режиме, то есть я баловался, записывал, просто камера лежала, я, значит, ее дергал для того, чтобы она там движение обнаруживала. Она у меня за полный день работы, за 24 часа потратила где-то около 2% заряда. Ну и, соответственно, если бы я камеру вообще никак не трогал, никак не настраивал, не мучил бы ее записи видео, то, скорее всего, потребление состояло бы в районе 1% в день. То есть даже при какой-то, ну, такой неплохой достаточно нагрузке, допустим, вы повесили, не знаю, там, на ваш там сарай куда-то там или на какой-то столб, и камера, ну, как бы каждый день вас фиксирует, то даже в таком режиме автономность составит, ну, как минимум, получается, 3-4 недели. Это вот прям самый-самый минимум. А в лучшем случае, может быть, даже и где-то полтора-два месяца. И вот, учитывая это, что такое небольшое потребление, напомню, аккумулятор имеет емкость 5200 мАч, соответственно, вот то есть в солнечной панели, которая в комплекте идет, даже если солнце, ну, допустим, там, 6 часов в день неплохо светит на саму панель, в принципе, нет, не вижу никаких проблем для того, чтобы панель полностью восстанавливала потраченный заряд за предыдущие сутки, и камера в таком режиме работала бы вечно, то есть вообще не приходилось бы снимать, трогать, как-то к ней прикасаться. Ну, а что касается качества изображения, то, конечно же, оно прям не сказать, что прям очень-очень высокое. Заявлено разрешение 4 мегапикселя, максимальное разрешение видеозаписи 2,5К. Но, в принципе, в целом картинка выглядит неплохо, хотя, конечно, надо понимать, что если вы возьмете какую-нибудь проводную 8-мегапиксельную IP-камеру, там, даже за более низкую стоимость, естественно, картинка там будет лучше, но, опять же, надо все это учитывать в комплексе. Это полностью беспроводная камера, которая не требуется подачи внешнего питания на постоянку, и которая не имеет автономную работу 1,5-2 месяца. Постоянно мои зрители заметили, что обычно в самом начале видео я сразу говорю по цене. В данном случае говорить о цене очень-очень, скажем так, нецелесообразно. По той простой причине, что курс бакса сейчас колеблется то туда, то сюда, предсказать, в принципе, невозможно. Когда мне прислали эту камеру, когда еще бакс был по 80 рублей 70 с копейками, камера обходилась где-то в районе десятки, и, в принципе, это было вполне адекватно, учитывая, что мы получаем хаб, камеру и солнечную панель. Сейчас же цена приближена к 20, там, 20 плюс тысячам рублей. В описании под роликом я оставлю промокод, который мне дали китайцы, которые мне заслали этот набор. Ссылочку, естественно, на официальный магазин, где вы можете воспользоваться этим промокодом. Но я про цену ничего не говорю, переходите по ссылке, смотрите сами и сами принимайте решение, готовы ли вы заплатить эти деньги за такой набор или нет. Ну, а я же под конец хочу отметить, что, понятное дело, это все равно не, скажем так, не прямой конкурент обычным IP-камерам. Даже не конкурент у камер для умного дома, те же там Xiaomi, например, или DIGMA. Потому что, если найдется такая задача, что нужно поставить камеру где-то, куда, в принципе, невозможно подвести питание, то, по сути, выбора у вас особого не будет. Вам придется обратиться именно в пользу вот такой модели. Если же питание можно подвести хоть каким-то образом, там 220 или 12 вольт, там, не знаю, даже если 5 вольт вы как-то можете пробросить, пусть это будет даже очень большое расстояние, понятное дело, что обычные IP-камеры будут более интересны, тем более с учетом немаленькой стоимости данной модели. На этом у меня все. Свои мнения пишите в комментариях. Не забывайте оценить видео лайком и дизлайком. Не забывайте подписываться на канал, подписываться на мой новый канал в Телеграме. Нажимайте на колокольчик, если хотите одним из первых узнать о выходе нового видео на YouTube. Но у меня на это все. Меня прежде всего зовут Максим. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!